Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирина Звягинцева. Коротко о главных темах выпуском. Ночью минус, днём плюс. Непредсказуемая мартовская погода делает зимнюю рыбалку опасной или нет? Что движется халинскими рыбаками и каковы риски безопасной рыбалки, выяснял я Яков Морозов. И об этом расскажу вам через несколько минут. Участникам спецоперации помогут социальные координаторы. Специалисты решат такие вопросы, как оформление льгот, устройство ребёнка в школу или запись к врачу. Чтобы узнать подробности, смотрите далее и не переключайтесь. 8 марта уже позади, до следующих праздников, таких как День космонавтики или 1 мая, ещё очень далеко. И тем не менее, в детском саду красная шапочка южно-сахалинская готовится к утреннику, и он будет совершенно необыкновенным. А почему? Об этом расскажу вам я, Вера Рудакова, через несколько минут. Не переключайтесь, будет интересно. В Макаровском районе успешно реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Сейчас там строится ещё один многоквартирный дом. Объект посетил глава региона в рамках поездки по муниципальному образованию. Подрядчики обещают сдать его в июне, после чего в Макарове начнут новый этап строительства. Программа аварийного жилья строительства уверенно идёт по Сахалину и в Макаровском районе в 26-м году будет полностью закончена. И мы будем тогда открывать уже третью программу. Но вот первая и вторая были такими болезненными, потому что огромное количество аварийного жилья было, практически около миллиона квадратных метров. Сейчас мы фактически передовики. А вот строящемуся ледовому дворцу повезло меньше. Там сменили недобросовестного подрядчика. Объект примет не только хоккеистов и фигуристов, но и любителей других видов спорта, не связанных с ледовыми площадками. Также губернатор посетил социальный магазин, в котором действует программа «Доступная рыба». Помимо этого торговая точка поставляет местную продукцию в детские сады и больницу. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Нацадин проверил готовность к весенним паводкам в частном секторе. И сейчас работы идут в районе Владимировки. Завершить все мероприятия планируют до конца марта. Здесь зарегистрировано 44 объекта. Имеется в виду канавы и выпуски труб, которые надо привести в нормальное состояние. То есть очистить от снега, ото льда, выпуски труб. Соответственно, на 44 объекта, на 33 объектах задачи уже выполнены. То есть расчищены канавы и освобождены выпуски труб для того, чтобы вода, которая будет таять, могла спокойно выпускаться по канаве. Совместно с Департаментом дорожного хозяйства разработан график. Мы знаем, какие улицы обычно больше всего страдают от подтопления. Поэтому с этих улиц и начатой работы. На сегодняшний день мы идем даже немножко впереди графика. И объем работ выполнен уже примерно, наверное, процентов на 50-55. Службы по предотвращению чрезвычайных ситуаций будут отслеживать процесс таяния снега для оперативного реагирования. Рыбалка на Сахалине уже давно стала настоящим культом для всех жителей области и ее гостей. Практически каждый, кто приезжает на остров, чтобы отдохнуть, обязательно едет на зимнюю рыбалку. Несмотря на то, что на дворе весна, любители подледной ловли устремляются на водоемы с желанием отловиться напоследок. Что движет островными рыбаками и какая опасность их может подстерегать, выяснил мой коллега Яков Морозов. Зима уходит, а азарт нет. Многочисленные ценители подледной ловли продолжают устремляться к водоемам, чтобы успешно порыбачить. Несмотря на то, что уже заканчивается март и с каждым днем заметно теплеет, сложно удержать себя и не отправиться на берег. Вот это когда поклевка идет, когда клюнет хорошо. И радость сразу, настроение на следующий день и жизнь продолжается. Скажите, не боитесь провалиться под лед? Нет, вы знаете, мы ловим на озере, а озера, оно все-таки как бы нету дрейфа там туда-сюда. Лед хороший, толстый. Действительно, на данный момент самые безопасные места для ловли рыбы на закрытых водоемах. Многие рыбаки не пренебрегают элементарными правилами безопасности и предпочитают рыбачить на озерах. Лед рвет. И туда за два километра назад никак не добежишь. Как бы ты б не бежал, что нет. Поэтому мы насчет льда нет. Мы за безопасность. Вот лучше в лунке посидел, душу отвел и уехал. Если МЧС пишет, что запрещено выходить на лед, лучше не выходить. Рисковать лучше не рисковать. Когда припай хорошо стоит, тогда можно выходить. На открытой воде ситуация иная. Подводные течения и отжимные ветра способствуют интенсивному разрешению ледяного припая в приближной зоне. Поэтому сотрудники МЧС рекомендуют, выходя на лед, соблюдать предельную осторожность. Мы, конечно, требуем от людей соблюдать безопасность, проверять перед тем, как идете на лед, узнавать погоду, какая будет погода. Ни в коем случае не выходить в плохую погоду, ветреную. Стараться идти на рыбалку коллективом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации было кому помочь или позвать хотя бы на помощь. На данный момент наименее опасными местами для ловли можно назвать залив Мордвинова от села Охотское до мыса Свободный. На удалении до километра здесь лед еще крепкий. Но необходимо внимательно следить за изменением погоды. Яков Морозов, Константин Киндюк, телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске завершается строительство нового автобусного парка. На территории предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Контрольно-пропускной пункт, автономная котельная, инженерные сети, производственный и административный корпуса, мойка на четыре линии. Для работников построят столовую, комнату отдыха, душевые, автотранспортное предприятие рассчитано на 350 автобусов. Почему мы радуемся? Во-первых, условия для труда сразу улучшаются для наших сахалинцев. Но вот еще важно, что автобусный парк мы поменяли с вами. В автобусном парке... Подвижной состав. Совершенно правильно. В автобусном парке появились автобусы на экологически чистом топливе. Новый автобусный парк, он очень нужен для города, для автотранспортного предприятия нашего. Наша команда проездила по нескольким автотранспортным предприятиям в стране. Поднакопила опыт необходимый, чтобы при проектировании он был учтен. Строительство нового автобусного парка ведется в Южно-Сахалинске в рамках транспортной реформы, стартовавшей в областном центре в прошлом году. Сдать объект планируют во второй половине 2024 года. В областном центре продолжается косметический ремонт подъездов многоквартирных домов. В плане обновить тысячу объектов сейчас работы завершены в 54. Побелены стены и потолки, заменены перила, полы и двери. Произведено окрашивание стен, отбивка, окрашивание потолков, лестничных маршей. Также при проведении ремонтов учитывается состояние почтовых ящиков, при необходимости происходит их замена. Для того, чтобы участвовать в этой программе, необходимо управляющим компаниям, сейчас в данный момент завершается отбор по первому этапу, предоставить заявки в соответствии с порядком, который утвержден, они о нем знают. Чтобы принять участие в программе по ремонту подъезда в жителям многоквартирных домов, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, провести общее собрание собственников и определить фронт работ. Помогут устроить ребенка в детский сад или записать на прием к врачу. В Сахалинской области начали работу социальные координаторы. Специалисты помогают семьям, участникам спецопераций решать бытовые, медицинские и другие вопросы, а также оказывают психологическую помощь. Для этого они недавно прошли обучение. Подробности смотрите далее. Виктория ждет своего мужа с фронта с начала спецоперации. Он военнослужащий и приехал на Сахалин по распределению. В семье подрастает ребенок. Когда настала пора везти его в школу, возникли сложности с определением в учебное заведение. Тут на помощь семье пришли социальные координаторы. Пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить всех работников соцзащиты, в особенности нашего координатора Сушилова Ольгу Владимировну, за то, что ни один мой вопрос не оставался без внимания. Нам помогли найти место для ребенка в школе. В сфере оказания помощи бойцам и их семьям Елизавета Баландаева работает уже три месяца. За это время она помогла многим людям с решением самых разных вопросов. Для того, чтобы получить помощь, семьи защитников могут обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Чтобы у них была поддержка какая-то обязательно, чтобы они знали, что они не одни, что им всегда помогут, если они обратятся к нам. Допустим, когда у нас была метель, нужно было кому-то почистить двор, нам пишут свое обращение, и мы передаем уже далее в администрацию города. Чтобы стать социальным координатором, нужно пройти соответствующее обучение. Оно проводится на базе Сахалинского медицинского колледжа. Научиться оказывать помощь семьям участников спецоперации и самим бойцам может любой желающий. Для этого стоит обратиться в органы социальной защиты. Обучение проводят опытные сотрудники медицинской сферы. Восьмичасовая программа, где мы давали знания, входили темы такие, как формат одного окна, затем персонализация, маршрутилизация пациента. Дальше мы приглашали психологов. Основное внимание на обучение уделяет тем, кто желает оказывать психологическую поддержку участникам спецоперации и их семьям. Таких координаторов готовят опытные специалисты. На сегодня обучение прошло чуть более 40 человек. Ожидается, что поток добровольцев будет только расти. Татьяна Барашкова, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Проект «Медицинская платформа» продолжает знакомить старшеклассников областного центра с врачебными специальностями. Профориентационные уроки проходят как в операционных, так и в стенах Центра общественного здоровья. В этот раз мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта. Я хожу вообще в принципе на этот проект для того, чтобы определиться окончательно с выбором своего направления в сфере медицины, так как я давно определилась, что буду работать врачом, и этот проект действительно помогает в этом. Рассказать свою историю, почему выбрал именно медицинский профиль, почему он просто стал врачом, почему именно энфетизиатрия, как к этому пришел. Кроме того, мероприятие в рамках проекта «Медицинская платформа» проходит во многих районах области. Благодаря ему островная молодежь имеет четкое представление о выборе врачебной специализации. О том, какая обстановка заболеваемостью туберкулезом в островном регионе, кто подвержен этой патологии и как проходит лечение пациентов, рассказала врач-фтизиатр Сахалинского областного противотуберкулезного диспансера Анна Смирнягина. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике ГОСТУДИИ. Анна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Анатольевна, Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. Расскажите, почему именно в этот день выбрана именно эта дата? Потому что именно 24 марта 1882 года ученый Роберт Кох выявил возбудитель туберкулеза. И в связи с этим он и отмечается как Всемирный день борьбы с туберкулезом. Расскажите, пожалуйста, сколько человек в Сахалинской области болеют этим заболеванием и какое лечение они проходят? За 2023 год было выявлено 230 впервые выявленных пациентов. Причем большинство болеют мужчины. Из этих 230 человек 155 это у нас мужчины и 75 это женщины. Есть легочный туберкулез и вне легочный туберкулез. Большинство это из 49,7% это у нас легочный туберкулез, когда поражается легочная ткань. И 0,2% это вне легочный туберкулез. Есть мнение, что туберкулезу больше подвержены люди, которые живут в плохих социально-бытовых условиях. Так ли это? Да, именно так. Это люди, которые как раз таки и составляют группу риска по заболеванию туберкулезом. То есть это социально неблагополучные люди, такие как без определенного места жительства, мигранты, люди из мест заключения, ВИЧ-инфицированные. Также в эту группу риска можно отнести это хронические заболевания, как легочные ткани, сердечно-сосудистой системы, почек и суставов. То есть они все подвержены именно заболеванию туберкулезом. Поэтому раз в год они должны быть обследованы у нас. Дети попадают в эту группу риска? Что с детьми в этой ситуации? Дети это не группа риска, но у детей заболевание туберкулезом проходит немножко по-другому. То есть у них в основном это не легочная ткань поражается, а лимфоузлы. Поэтому здесь для детей до 15 лет это туберкулинная диагностика, то есть реакция МОНТУ. То есть в роддоме проводят на третий день это БЦЖ. И после этого уже идет МОНТУ и Диаскин-тест. Скажите, пожалуйста, как уберечь себя и своих близких от такого страшного заболевания? Ну, вообще тут не то, что уберечь. Тут нужно прежде всего заботиться о себе и регулярно флюорографически обследоваться. Только флюорографическое рентгенологическое обследование выявляет изменения в легких. То есть этим занимается в основном общая лечебная сеть и при выявлении уже изменений в легких уже направляются к нам. Поэтому регулярное обследование предотвратит заболевание или хотя бы на ранних стадиях это выявит. Ну, помимо флюорографии и рентгенологии какие-то, может быть, есть советы, да, полезные какие-то советы? Советы, ну, это здоровый образ жизни, правильное питание, витамины и отдых, и избегать стрессов. Есть ли симптомы, которые сигнализируют о наличии заболеваний и куда обращаться в случае подозрений? Ну, вообще, как бы, как у нас во всех книжках принято, что при туберкулезе это кашель, одышка, слабость, потливость, повышение температуры. Да, это бывает. В основном, если у человека кашель в течение трех недель, то его обязаны обследовать сначала у терапевта, а потом направить к нам. Но бывают случаи, когда туберкулез себя практически не показывает. Анна Анатольевна, если у человека выявлен туберкулез, сколько времени уходит на его лечение? Лечение туберкулеза как раз-таки это очень длительный процесс, потому что у нас есть лекарственно-чувствительный туберкулез и лекарственно-устойчивый туберкулез. То есть лекарственно-устойчивый туберкулез, то есть это те бактерии, которые противотуберкулезные, ну вообще противотуберкулезные препараты не действуют. И тут, конечно, лечение более длительное. Если брать лекарственно-чувствительный туберкулез, то там лечение от 6 до 8 месяцев занимает непрерывного лечения. При выявлении человека у нас есть как открытая форма туберкулеза, так и закрытая форма туберкулеза. Если это закрытая, то там изменения будут только рентгенологические. То есть если это открытое, то это 100% госпитализация с целью изоляции человека от общества, так как он в окружающую среду выделяет вот эту как раз-таки палочку, микобактерию, туберкулеза, которая заразна для окружающих. И считается, что один человек может заразить до 15 человек при разговоре, кашле, чихании и тому подобное. Тем более вот эта вот палочка, она очень устойчива в окружающей среде, поэтому лекарственно устойчивый туберкулез лечится до 2 лет непрерывно. Но это не значит, что он все это время, у нас пациент находится в стационаре. То есть у нас лечение разделяется, это курс лечения на интенсивную фазу и на фазу продолжения. Вот эта интенсивная фаза, она как раз-таки направлена на уничтожение вот этой палочки. То есть, чтобы человек не выделял эту палочку в окружающую среду и только после этого мы его можем перевести уже на амбулаторный этап лечения. Анна Анатольевна, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго, до свидания. До свидания. На дворе весна, а значит время перемен. В островном регионе проведут капитальный ремонт, который обновит в этом году более 300 домов. Что отремонтируют? Кто имеет право не платить за капремонт, читайте в свежем выпуске газеты «Губернские ведомости». В Чечне не любят туристов, опасная и грозная столица небезопасна. Эти и другие мифы развил корреспондент, рассказав о своем путешествии на Северный Кавказ. Темой нашего свежего номера стали мошенники. Мы считаем, что повторять об этом никогда не поздно и не вредно. Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда им звонит якобы полковник, сотрудник, банка. Мы рассказываем о всех этих схемах, предупреждаем граждан, чтобы они были бдительны. Также в рубрике «Здоровье плюс» предупредили о том, что давно забытые заболевания коклюш начали чаще регистрировать в Сахалинской области. О причинах распространения и что делать, чтобы не попасть в группу риска, читайте в новом выпуске «Губернских ведомостей». Газета уже в продаже. 21 марта – Международный день солнечных детей. Им присуща особенная жизнерадостность. Они очень ласковы и послушны. Но все они являются носителями генной патологии, которая и отличает их от остальных людей. Вместо 46 хромосом у них 47. В этот день во всем мире принято устраивать концерт и рассказывать про успехи людей с синдромом Дауна. Наш остров не стал исключением. Подробности у Веры Рудаковой. Воспитанница детского сада номер 20 «Красная шапочка» с увлечением оттачивает номер с ложками. Мирослава вместе со всей группой активно репетирует песни и танцы. Мы готовим праздник, день солнечных детей. Это маленькие братья и сестры. В обычной группе несколько солнечных ребят. И отношение к ним старших действительно нежное и трогательное. Они любят им приносить носочки, надевать, помогать колготки, застегивать верхнюю одежду. Наблюдать за ними со стороны. Допустим, к сожалению, мы не можем сделать сюжет такой, что они это будут делать по нашей просьбе. А когда это у них вдруг, спонтанно, это вот просто до слез. Детский сад «Красная шапочка» – один из первых в области стал работать по программе «Инклюзия», что подразумевает включение особенных детей в обыкновенную среду. Педагогический стаж воспитателя Людмилы Скорняковой – 36 лет. Из них 12 она работает с солнечными малышами. И мы их не разделяем. Когда они приходят маленькие, я даже не замечаю, это солнечный ребенок или это простой ребенок. Из опыта моей работы они все разные. Есть, да, солнечные дети. Есть дети с характером, которые уже солнышко закрыто тучкой. Для каждого выстраивают индивидуальные программы, проводят занятия на развитие мелкой моторики, речевого аппарата. Результаты налицо. Выпускница этого учреждения Лина Романова давно учится в школе, занимается творчеством и делает успехи. До этого девочка посещала детские сады «Гномик» и «Санаторный», где к ней также отнеслись с заботой и вниманием. А это немаловажно, это наша жизнь. Поэтому вот этому садику большое, конечно, уважение, гномику большое уважение. Никто ведь в то время не побоялся Лину взять. И пусть сегодня на Сахалине, как это часто бывает, пасмурная погода, но общение с солнечными детьми заряжает внутренним теплом и энергией. Недаром символ этого дня – вот такая вот оранжевая косынка. Ее яркий цвет символизирует безграничное общение, духовность и любовь. Вера Рудакова, Константин Киндюк, Телекомпания ОТВ. Сахалин снова объединил спортсменов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Челябинска и других городов России. И в эти дни областной центр собрал паралимпийцев со всей страны, чтобы выявить лучших в парном керлинге и горнолыжном спорте. В первый день всероссийских соревнований шесть команд встретились на льду учебно-тренировочного центра «Восток». За игрой следила наша съемочная группа. Максим Краснов никогда не думал, что свяжет свою жизнь с керлингом. В этот вид спорта его привел случай. Мужчина занимался в спортзале, когда к нему подошел капитан сборной «Красноярска» и предложил вступить в команду. Максим согласился, и это изменило всю его жизнь. После четырех лет практики в 2022-м спортсмен взял серебро на паралимпийских играх в Сочи. И в этот раз собирается подтвердить вице-чемпионский статус на всероссийских соревнованиях. Главное, наверное, не бояться. Пробовать, пробовать. Играть с сильными, чтобы стать сильным. Наверное, сложность – это побороть себя и начать ходить постоянно на тренировки. И чем больше тренироваться, тем быстрее, наверное, достигнется какой-то результат. Керлинг на колясках заметно отличается от классического. Если в обычном камне по льду пускают рукой, то паралимпийцы приводят снаряды в движение с помощью экстендера. А вот привычных щеток, которыми натирают поверхность, здесь наоборот нет. На льду вместе со спортсменами также присутствуют и волонтеры. Они помогают держать коляску, чтобы при запуске снаряда та не откатилась в сторону. Кроме того, помогающие еще и ставят камень на исходную. Запустить снаряд точно, чтобы он достиг цели и сбил камни другой команды непросто. Нужно сделать так, чтобы он пролетел свой путь и остановился в круге, так называемом доме. Нужны сноровка, опыт и хорошая подготовка. Впрочем, иногда исход игры решает простая удача. Спортивные игры тем и отличаются, что вы можете хорошо быть готовым, но проиграть слабому сопернику. Вот это отличие спортивных игр от тех игр, где явно есть фавориты. Ну, здесь они тоже, конечно, есть сильнее, но спорт, игры тем и отличаются. Тем, потому люди ходят, потому это интересно смотреть, что бывает, что выстреливают те команды, от которых никто ничего не ждал. За игру в среднем проводится по 8 эндов. Так в керлинге называются периоды. Каждый длится по 10 минут. Соревнования пройдут в несколько дней без выбываний, чтобы каждая команда могла проявить свой максимум. Татьяна Барашкова, Марина Пивоварова, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Сахалин», также на сайте нашего информационного агентства «Сах.онлайн» и, конечно же, в социальных сетях. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова